Вы планируете, на которых вы видите основную свою целевую аудиторию, потому что не всегда стоит делать приложение для всех сразу, или выпускать обязательно по две платформы. Если у вас основная аудитория пользуется именно планшетными ПК, соответственно, делайте изначально планшеты и ориентируйтесь на размер экрана планшета. Если, соответственно, это iOS, пользуетесь ли это основная ваша аудитория, вы рассчитываете на более платящую аудиторию, или с средним чеком выше, чем 5-7 тысяч рублей. Соответственно, делайте изначально эту историю на iOS, запускайтесь там и как бы двигайтесь. В общем-то, нужно учитывать, как пользователь держит смартфоны, разрабатывая интерфейс, для того, чтобы не делать отдельные кнопки или какие-то механики в тех частях экрана, которые сложно доступны, особенно, если это кнопка покупки или что-то еще, какие-то основные покупки. А что, если, например, мы говорим, что наша целевая аудитория такая-то и какая-то, вы можете определить, как они держат смартфоны чаще всего? Нет, это, в принципе, вообще модели, как пользователь держит смартфоны в принципе. Соответственно, при разработке интерфейсов нужно учитывать, как пользователь держит смартфоны, для того, чтобы интерфейсы были удобные, да, с точки зрения эксплуатации. Если вы не будете эту историю учитывать, то, соответственно, ваш интерфейс будет неудобен и, скорее всего, не будет пользоваться там приложением. Области нажатия, соответственно, здесь именно на вертикальном экране отображены, то есть есть слепые зоны и не очень удобные зоны нажатия, чаще всего, ну, самая удобная зона, соответственно, центр экрана, чуть ниже, чуть выше. Если вы делаете там кнопки, кнопки и так далее, то, соответственно, лучше стараться размещать в наиболее удобных и доступных областях. Есть несколько там стратегий разработки в бизнесе, это когда в мобильное приложение идет дополнение к веб-ресурсу, мобильное приложение идет основным ресурсом, а, соответственно, веб-ресурсы идут дополнением к нему. И есть тип сервисов, тип бизнесов, когда они используют только мобильное приложение. Собственно говоря, сайты-визитки, ну, это как примеры, да, соответственно, сайты-визитки подходят, посмотрят видео и так далее. Соответственно, есть десктопная версия, и потом она конвертируется уже либо в мобильный сайт, либо в мобильное приложение, переформатируется. Есть, когда мобильное приложение идет изначально, это формат WhatsApp, Messenger, соответственно, Telegram. И потом оно уже превращается интерфейсно в решение для десктопа. И есть формат приложений, которые, в принципе, существуют только в мобильном телефоне. Это приложение для карт дискомнатных каких-то, то есть, ну, пользователю они не нужны на десктопе в принципе, потому что они нужны ему всегда с собой и в мобильном устройстве. Так, способы реализации. Собственно говоря, есть несколько типов реализации вообще в целом. Можно использовать мобильную мерзку, можно использовать адаптивную мерзку, которая растягивается под экраном, можно делать мобильное приложение вообще в целом. То есть, ну, в принципе, многие сервисы, допустим, взять тот же Альфа-Панк, не все приложения у них существуют как приложения. То есть, часть каких-то микросервисов внутри приложения, у них существует вид в WebView, где, в общем-то, отражена мобильная верстка сайта. И, в общем-то, вы видите сайт, например, понимаете это, ну, как ребята показывали сейчас, из Яндекса, да, кассы, где есть переход во WebView, и понимают, что вроде как-то перешел в другой интерфейс, можно его скрыть. И пользователь даже не понимает, что он переходит на мобильный сайт, но на самом деле он думает, что он находится в приложении. Здесь показаны пользователи мобильных приложений по платформам с 2014 по 2016 год. И здесь можно в динамике посмотреть, как распределение по платформам, собственно говоря, в целом вообще происходит. Динамика практически не меняется, Android, он все равно занимает лидирующие позиции. И, я говорю еще раз, очень нужно внимательно смотреть на ту аудиторию, целевую, которая у вас есть. Нужно учитывать, что у каждой из платформ есть свои гайдлайны, есть свои особенности, и при нативной разработке нужно их учитывать, встраиваться и делать интерфейсы более понятными, привычными, удобными для пользователя. У Android в данном случае используется Material Design, собственно говоря, в последних разработках, в последних обновлениях именно этого Material Design используют карты, используется куча теней, многослойность, Ну и, в принципе, в Android, как бы более кастомизировано, ну, так как это открытая платформа изначально, у них, на историческом так сложилось, что более кастомизированы интерфейсы, и пользователю всегда дается много больше настроек, много больше каких-то возможностей по кастомизации продуктов, кастомизации интерфейсов вообще в целом, но пользователи к этому привыкают. Что касается iOS, это наоборот Human Interface, у них понятные нативные интерфейсы, максимально простые, максимально юзабельные, с минимум настроек, с максимум преднастроенным каких-то вещей, и, соответственно, платформа iOS с точки зрения гайдов, с точки зрения вообще нативности и удобства, мне кажется, более простая и понятная для пользователей, которые хотят получать готовый результат быстрее, может быть, и не готовы разбираться на разностройках. У Windows Fluent Design, это, соответственно, блочный дизайн, это такая вот история, но она потихоньку уходит на третье-четвертое место. Процесс создания, классическая модель, соответственно, идея, DZ, проектирование, дизайн, разработка, тестирование, релиз. Если брать там модели разработки, которые сейчас используются, итеративные, это там делаем, анализируем, дорабатываем, делаем. Исправляем, точнее, делаем. Презентация просто очень длинная, хочется ее чуть быстрее пройти и побольше оставить времени на вопрос-ответы. Здесь история про вайфлоу, вайрфлоу, юзерфлоу, соответственно, это полное понимание вообще приложения процессов внутри. Юзерфлоу — это тот дуб, по которому проходит пользователь до получаемого, до ожидаемого результата. Соответственно, значение вайрфлоу — понимать логику всего приложения, вид навигационной иерархии экранов, отметить все возможные варианты поведения, писать условия переходов, событий и фокусировка на явившись всего процесса. То есть нужно понимать общую схему переходов и понимать, какие есть пути достижения цели и по каким алгоритмам пользователь может получить желаемый результат. Юзерфлоу — это, наоборот, уже более конкретная история про работать в путь пользователя до выполнения конкретной задачи, сопоставить цель бизнеса и цель пользователя, анализ эффективности выполнения задач пользователей, фокусировка на процессе пользования продуктом. В этом случае помогают метрики аналитики. Можно анализировать пользовательский сценарий, смотреть зависимость в путь пользователей. Продолжение следует...